Сегодня в Чебоксарах официально открыли бульвар электроаппаратчиков. Протяженность дороги чуть больше 300 метров, однако участок довольно популярен у автомобилистов. В числе первых по новому асфальту прошлась и наша съемочная группа. Ширина проезжей части бульвара электроаппаратчиков увеличилась с 6,5 до 14 метров. Таким образом, здесь появилось еще две полосы. Дорога стала четырехполосная. И власти города решили, что на этом участке следует возобновить двустороннее движение. Напомню, с июля 2016 года до реконструкции машины здесь двигались только в одном направлении – в сторону улицы Карла Маркса. Буквально три часа назад состоялось торжественное открытие бульвара. Первой по обновленной дороге прошлась техника, которую использовали при реконструкции. Следом за ней по дороге зашагали главные лица города – простые чебоксарцы и дорожные рабочие. И только после участок открыли для всех автомобилистов города. Вы первые проехались, можно сказать, по бульвару. Замечательно. Как дорога вам? Отлично. У нас здесь совет ветеранов, вот как раз туда едут. Также вдоль бульвара электроаппаратчиков обновили тротуары. Это стало возможным благодаря тому, что в этом году в федеральную программу внесли изменения, которые позволили дорожникам заложить в смету ремонта и деньги на обновление пешеходных дорожек, прилегающих к ним. Уютно, красиво. Удобно даже спускаться. И дорогу расширили. Богоустроили красиво. Теперь быстро и легко дойти до карусели во время обеда. На открытии Михаил Игнатьев отметил, что дороги в республике продолжат реконструировать по программе безопасные и качественные автомобильные дороги. По этому году всего у нас по этой программе безопасные и качественные дороги 55 объектов. По Чувашской республике, в том числе по городу Чебуксары 25. От общего количества объектов могу ответственно доложить, 70% уже практически введены в эксплуатацию. И буквально в ноябре еще несколько объектов будет введено. 13 объектов на следующий год переходит. А так, если смотреть на перспективу, мы, включая 2024 год, на дорожное хозяйство выделяем не менее 23 миллиарда рублей. Реконструировал дорогу Дорекс. Стоимость контракта была определена свыше 48 миллионов рублей. Стоит отметить, что подрядчику пришлось столкнуться с некоторыми трудностями на объекте. В ходе работ выявились дополнительные неучтенные проектом инженерные коммуникации. Поэтому сроки отодвинулись. Первоначальный срок 1 октября перенесли на 15 ноября. И все-таки выходит, что дорогу сдали раньше срока. Екатерина Храмкина, Семен Антонов, Вести Чебуксары.